Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Торговый центр Тиара Москва, Мичуринский проспект 27 в 16.00 Мы будем ждать вас Будем вас ждать Управлять нами, людьми Это... Не-не, я не хочу Боже, кто вы такие? Вы у тебя в руке, бро? Приходите, берите с собой знакомых Берите с собой кого угодно Приходите, мы вас будем ждать Здрасте У нас уникальное шоу Вы можете нам дать задание А мы будем выполнять любое Прямо здесь, прямо сейчас Какое задание? Я могу помочь вам пакет донести Сделать для вас уроки Какую песню? Любую Какую? Любую? А любви? Я не лягу под ноги к тебе Никогда Вот так Раненым в сердце тобой Буду страдать Я не знаю Что у тебя на уме Я и не хочу За дикую радость Что дальше мне не представляю Чем расплачусь Спасибо Игры реальности Подписывайтесь там Ищите Участвуйте, давайте нам задание И мы будем выполнять Игры реальности Можете писать свои задания Их оплачивать И мы будем Мы будем выполнять любое задание Которое вы хотите Если, допустим, вы сидите дома И вам нужно пить Мы можем вас развлечь Да Спасибо Вот так присядка делайте Вот так еще, да? Мы к вам приехали Мы приехали на час Привет Кончур Хелло Эй А ну Скорей любите нас Вам крупно повезло Тихи-тихи-тихи Ну-ка все вместе Эй 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 Уши развестим Эй 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 Лучше по-хорошему Хлопайте в ладошки Полную версию вы сможете посмотреть завтра в 12 часов в прямом эфире, а не забудьте, пожалуйста, проголосовать о том, чтобы завтра ко дню матери, где мы будем проводить вам... Барбиевы горы! Барбиевы горы! Барбиевы горы! Ладно, пока! Паргорькова! Ваши руки доехать бесплатно, обратно доехать бесплатно, это было круто, ребята, было бомбово, в метро бесплатно проехали, все так организовано было, просто капец, серьезно, это была бомба, просто бомба, что творил Вась Васильевич, ой, он прям, он взял в свои руки все, и все организовал, это реально было круто, вчера мы немножко не Организовано были, а сегодня Вась прям красавчик, вот что значит мужчина, вот это мужчина, организовал все, бомба Как же ты была права Это было... Максон, скажи мне, пожалуйста, тебе понравилось? Мне понравилось, я бы еще думал Мы сегодня все увидим, старайся в ухо, в ухо засунуть ухо А, я понял Ну-ка Так Это было классно, господи, на самом деле очень было круто Вы не представляете Мы сегодня пели песни Мы сегодня танцевали Мы сегодня читали рэп Мы сегодня... Делали все, что вообще возможно Красавчик Нас смотрели, восхищались Эээ, да, 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 Максон Они в шоке были, что это? Да, да, я с тобой абсолютно согласен Абсолютно согласен Да, они даже снимали нас Нас снимали на телефон, представляете? И нас снимали на телефон, потому что, ну, ну это было круто, я считаю О-о-о-о, Васьич Девочки, тихо, убери от меня руки свои У меня есть жена О, слушай, мне понравилось сегодня, знаешь что? Я первый раз в жизни проехала бесплатно вообще в маршрутке Просто, вы представляете, мы сегодня сели в маршрутное такси И там был водитель, я не помню, как его звали И мы ему сказали, можно мы проедем 6 человек Просто бесплатно Ну, за песню, мы споем песню И он сказал, да, можно Представляете, я в первый раз вообще это А потом мы там встретили Настю А у нее псевдоним Баблгам Мы ей рассказали, да Баблгам, если ты нас видишь, привет Привет, спасибо Все по-настоящему, как мы говорили, видишь реально так Да, она нам не поверила, что мы вообще живем в доме Мы ей рассказали, что мы участники реалити-шоу А потом, представляете, мы зашли в метро И в метро нас тоже пропустили бесплатно Хотя... Вообще было круто Хотя мы, да, да, да Нас смотрели, понимаете, и снимали даже нас И хлопали А мы заработали еще сколько-то денег Мы стояли прямо в метро и пели песни, представляете И нам давали деньги Но потом был еще такой один момент, когда Катя ушла с каким-то мужчиной Мы так испугались Но это вы сможете увидеть позже Я вам не раскрою всех секретиков Вот, мы поехали в метро бесплатно Нас пропустили прям вот так с легкостью Пропустили, герои, мы этих героев тоже сняли Они реально нас пропустили бесплатно Мы сказали, как есть, что у нас трудная ситуация Что у нас вот такая ситуация, мы не можем Но они нас все равно пропустили И все вошли в наше положение А потом мы ехали в метро И встретили девушку, у которой мы пели песни Она взяла нашу гитару и тоже стала петь песни Представляете Вообще круто, да Было очень круто, бомбово Я рад Вчера был тоже шикарный Это не заново, не началось Бонжур, привет Девочки, девочки, а самое главное Что? Самое главное Мы сегодня проехали бесплатно на маршрутке Бесплатно на микро И заработали Заработали Сколько? Почти 500 рублей Вы не представляете Мы заработали почти 500 рублей Вы это понимаете? То есть, во-первых Мы проехали бесплатно на маршрутке Мы проехали бесплатно на метро Ну-ка считай, считай, считай Сколько там И мы заработали Почти 500 рублей Давай, давай Все Слушай, ну я поговорил с человеком Я поговорил с ним Говорю, ну вот так и так У нас нет денег По сути, я ему раскидал все Ну а как? Я ему раскидал Что вот такая-такая-такая ситуация Если ты сейчас нас выкинешь Мы выйдем, не вопрос Но смотри Мы можем спеть тебе в маршрутке И пассажиры будут довольны 400 И если пассажиры будут довольны А мне будут говорить об этой маршрутке Ну согласись Он потерял 600 рублей Проезд 100 рублей Да Вот 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 Это круто, ребят Смотри, за 5 минут времени И люди нас реально поняли Они нас поняли Они нас полюбили за 5 минут За одну песню За то, что мы им сказали Все как есть на самом деле И у нас Вот нам дали столько денег Чтобы мы проехали на метро Но люди Работники метро Сказали Мы пропускаем вас бесплатно Работники метро Работники метро Понимаете? Бесплатно Спасибо московскому метро Мы обожаем Мы обожаем Московское метро Спасибо Московский метрополитен Спасибо вам большое За то, что Вы нас пропускали Сегодня бесплатно За то, что мы ездили По вашему метро Вы самые лучшие Спасибо большое Вы очень крутые Ребят А самое главное Это человечество Вы поняли В какой мы ситуации находимся Мы вас не забудем А потому что Всегда есть добрые люди Везде И даже Служба На самом деле Смотри А помнишь Мы встретили девушку Там в маршрутке Баблгам Да Баблгам Да Настя Настя Баблгам Настя Её долго искали Ещё раз Скажем Мы сговорили Она вообще Они Девочка Настя Девочка Настя Машрутка Да, Настя девочка Уважаемые метро Работники метро Александр и Сергей Которые там были Которых я два часа уговаривал Которые нас пропустили Во вообще мужики Знаешь, что я хочу сказать Я хочу сказать спасибо Человеку Который придумал нам задание Чтобы мы выехали Провели флешмоб Потому что мы смогли Прогуляться Развеяться Посмотреть на людей Антон Панченко Спасибо себе Большое спасибо Это гениально Мы не выходили 20 дней Или 18 Из дома Мы сегодня вышли С ума сошли Город весь живой Все кипит Люди реально счастливые Мы столько радости им принесли Повсюду елки Новым годом Пахнет каток Там такой каток шикарный Пеликонек На парку и пуры Покатайтесь там на катке Оказывается Очень красиво Просто бомба Антон Панченко Ты классный Спасибо тебе Что ты присылаешь нам Такие задания Это круто Вчера мы испытали себя С помощью Антона Панченко Антон Панченко Присылай такие задания Творческие Они очень крутые Выездные Пожалуйста Делай это Шикарно Потому что мы безумные Твои фанаты И ты наш фанат Наблюдай Следи Накидывай нам еще Это круто Да Оксан Вот Но я хочу тоже сказать Что? Давай Вон туда Или туда Ну тоже вот Что Антон Панченко Да Да Не он вообще Классное задание дает Вот у него задание После великолеп Вот задание Просто Вот Обдуманное Да И Они Повышают энергию Пояс Вот Антон Антон прислал задание Понимаешь Они просто адреналин Такой Адреналин в крови Макс вообще сегодня Он такой счастливый был Я таким счастливым Никогда не был Когда мы играли в переходе И заработали бабла Макс вообще охренел Он подошел Сказал Разве так можно было А почему мы так не делаем Почему мы не можем туда поехать Там сделать все Да Я еще короче Там Мне же тоже дали там денег Максу дали денег Я танцевал просто И мне давали Макс танцевал сегодня Серьезно Люди в шоке были Серьезно Он настроение Мы в метро Еще там было У нас что-то Капец Мы там пели Какая-то девочка Юлия Юлия Это мы в маршрутке Это же это 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 Настя Баблгамм Это Настя Баблгамм Настя привет Регистрируйся Баблгамм Ну как мы все договорились Присылай задание Делай Короче Помните Мы с Настей договорились Настя Баблгамм Баблгамм Мы с Настей Баблгамм Договорились Чтобы она зарегистрировалась И присылала нам Крутые задания Типа задания Антона Панченко Антон прислал Все четко было Флешмоб организовано Сделано Мы все сделали Настя Баблгамм Это классная девчонка Всему физкультурному институту Большой привет Всем твоим подругам Гимнасткам Тоже большой привет Она учится в физкультурном Настя Ты очень классная Симпатичная Красивая А что она сказала Самое интересное Что у нее есть подруга Которая тоже из Омска А она сама из Смоленска А папа ее Подожди А папа ее Кто в Омске Заслушанный человек Заслуженный человек Не заслуженный А Почетный Почетный человек Почетный гражданин Почетный гражданин В Омск Респект Омск Тебе лайки Настя Тебе и твоему папе Вам лайки Причылай нам задание Она по-моему гимнастка Она сказала Да Ну и сегодня Нас смотрят гимнасты Нас сегодня Смотрят все гимнасты Всем гимнастам Привет Большой респект Уважуха Мы сегодня Сделали красиво Ребята, просто красиво Ты согласна? Ты согласен? Сегодня было бомбово, ребят А еще Настя Баблгам сказала, что она из Смоленска И это удивительно, потому что наша бабушка Простой Аббална Смит, она тоже из Смоленска И это нас вообще впечатлило Как будто знак Да, знак какой-то, что вселенная, она реально связывает нас И то, что первый человек, который реально подписался Который порадовался за нас и с нами провел эту поездку в маршрутке Это было бомба Ребят, кто есть, все подписывайтесь на инстаграм Реально будет круто, пишите задания Пишите на инстаграм Настеньки, обязательно Пускай они подписываются на ее инстаграм От ее инстаграма будет нам Абсолютно верно, что Вась Вась говорит, абсолютно Да, 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 это так, ребята А теперь давайте-ка подобьем наше бабло Давай Наше бабло Ребята, мы сегодня проехали за бесплатно в маршрутке Мы проехали за бесплатно в метро И смогли заработать 100 Денег 200 За 5 минут 350 350 350 рублей бумажками Плюс, пожалуйста Огромное спасибо за гитару 450 рублей за 5 минут Мы без этого трудновато бы было Мы бы все равно справились Но без этого было бы трудно Вы понимаете? Вы создали нам условия, мы это сделали Мы будем еще выполнять задания крутые Все, Коннери Антон, Панченко, по-братски На самом деле нам нужно еще задания, чтобы выезжать Абсолютно верно Антон, Панченко Антоха, красава Антон, Панченко, спасибо тебе за это задание Огромное Потому что это было реально круто Это было реально Сегодня было круто Вот просто Пока я сегодня ехал Я сыграл еще Росстрек Я обожаю этот парк Там на самом деле Такой волшебный каток Это было реально здорово Он был очень красивый Он светился реально Радовались цветами Там играл он Он был очень красивый Я вообще в шоке Господи, что? Каток, приходите туда Там реально было круто Вот что я купил еще 50 рублей я спел сегодня песню Дали вот такую штуку Называется антистресс Она как бы вот против стресса Когда вдруг, ну, какие-то вот стрессовые ситуации Просто мнешь Вот как ты купил У меня деньги все были А? У меня все были деньги Вы понимаете, ребят? У нас пожрать дома нет Ты постоянно У нас пожрать нет А он понимает То шарики То вот это вот херню Постоянно Как я тебе пылься не знаю Ты в уме вообще Тихо, тихо Ты меня по лицу-то бьешь, Катя Я тебя пить мало Ты в уме? Я в уме Короче, я купил антистресс Я с Катей просто немножко не в уме Это очень помогает Помогает эта штука Я не в уме Она стресс расслабляет Ребята, все хорошо Я не в уме Катюха просто бьет мужиков по лицу Поэтому у нее нет Мужа, наверное Ну, на херна она нужна? Ну, на херна Мячики за 80 рублей Привыкла мужиков убивать Уважаемые смотрители Нам нечего есть Я тебе Я тебе деньги давать больше не буду И Ксю деньги давать точно не буду Да, я хотела сегодня кофе А Вась-Васик мне не разрешил пить кофе Не буду давать Потому что, блин За 50 рублей он купил этот антистресс И не знаю, где он достал деньги Все деньги были у меня Мы все равно не купили Я же могу петь на гитаре, Вась-Васик Ты за бесплатный его купил? Я спел И мне дали этот приз, братан Подождите, так а может мы что-то купим? Так мы эти все деньги на гитаре играли в метро Изработали Да, я с тобой абсолютно согласен Конечно, братан, вот и все И ты на самом деле молодец Юрчан, ты молодец О, 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 смотри, где-то мы Это я Это я, это я в шоке от маршрутки Это в шоке от Макса И от Макса Макс, видимо, засмотрелся на чей-то ноутбук Я просто смотрю на этих людей и думаю Боже мой, вообще, как так можно жить? Давай, смотри Да, ездить в маршрутке каждый день Это безумие какое-то Вы согласны? Шикарный день на самом деле Держи Держи За копейки сохраню За копейки сохраню, Васич Держи-ка, тюка Бумажку сразу спрячу Бумажку сразу спрячу Молодец Вот сюда Мелочь, боюсь, высыпется Но буду держаться в кулаке крепко Надо, надо, Ксюшенька Надо Потом, когда мы решим, на что мы их потратим Мы их потратим Но На общее дело Не на шарики Не на мячики Не на вот эту стрессовую херню, которую он купил Не на кофе капучино Мы решим Мы решим Ну Да, а мы купим вот Что-то полезное для нашего дома Это что, например? У нас соли нет Соли нет, сахара нет Ну а ладно, мы же не можем выйти в магазин Нам могут зайти Вот сегодня мы поехали Нет, это потому что нам дали задание Если нам какие-то смотрители дадут задание, чтобы мы сходили в магазин Тогда мы можем пойти в магазин А так мы ничего же не сможем купить Потому что они все решают Конечно Ты права Смотри, мы говорим с Миланой И чтобы у Милана она купила соли, сахара, муки Ты умеешь петь? Я пельмени могу Фарша пусть купят и муки Яйца у нас есть Вода, соль Больше ничего не нужно Я сделала настоящие пельмени Подожди, а у нас нету скалки А мы нормально Бутылку обычную У нас есть кружки Пельмены Пельмены Кати Пельмены Катерины Обращайте все Пельмены Катя Я придумала Самые вкусные пельмени Да, Макс, откуда ты знаешь о моей кулинарной способности? Подождите, а давайте попросим смотрителей, чтобы они проголосовали Куда нам потратить эти деньги? Может быть нам... Смотрители не очень понимают Что сходящее в этом доме Я скажу, пожалуйста Пожалуйста, можно я скажу? Давай, говори Говори Она такой бомбовской красоты Просто... Кто? Ты переходишь просто через этот... Москва Переходишь через этот мост Там огоньками все так красиво горит Тут правительство Тут служба охраны Тут просто все такое волшебное Даже эти волшебные Сувлачные, которые... Естественно, гражданская оборона Мы сегодня видели Где Шойгу? Как оно красиво Это здание Это самое красивое здание Она как будто бы вот своей энергетикой Москва Она просто подкупает нереально Я жутко люблю Москву Это очень... Блин, мне так нравится Ребята, все москвичи Московской области Мы рядом с вами находимся И именно вы сможете нас видеть в реальности Не так, как все другие Не из всего мира И из всей России Вы сможете нам давать задания Такие, которые не сможете задать В другом регионе Почему не смогут? А почему? А в другом регионе, может быть Ты тоже хочешь сказать Я хочу посмотреть красоты Москвы Но им, москвичам И московской области Гораздо ближе Они настолько близки к нам Что могут сделать сейчас? Не только в Москве К примеру, я живу в своем Омске Я оплачиваю всем билеты Все приезжают ко мне И отмечают мой день рождения А что, вы не хотите прокатиться по другим городам? Я хочу увидеть Орел Я никогда не видел город Орел Я очень хочу побывать в городе Орел и Иваново Потому что говорят Иваново город невест И об этом сказал женатый мужчина Стоп, я хочу это проверить Просто узнать Я очень люблю свою жену Это раз Я очень сильно люблю свою жену Это два И самое третье Я очень сильно люблю свою жену Но бы в Иваново я бы съездил И все-таки Город Иваново Именно Васич хочет проверить Насколько Правильная формулировка Что Иваново город невест Иваново, это середина Нет, в Омске А что в Омске? Какие достопримечательности? Расскажи Озер Озер Озер? Озер Пятое озеро Оно-то инстинное То есть оно постоянно скрытое озеро Окунево, Ленево Что-то еще Что-то еще Кстати говоря Если вы из Омска И вы знаете чем волшебны Эти пять озер Пожалуйста Присылайте Тоже сообщение Мы с удовольствием С вами пообщаемся И это будет круто Игры Озеральности В Омске Пять озер Мне не понравилось Мне, например, не понравилось И никто не ошибся Кстати говоря Да Именно в Омске Пять озер Да Именно так Пять озер В Омске Я бы с удовольствием съездил И посмотрел Я была на пяти озер Я была на пяти озер Ты знаешь, я очень люблю Всякая Жатву 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 не люблю Я бы хотел Что-то Ну Жатву Я бы хотел Что-то Самый активный чувак Сейчас это Антоха Ну слушай Получается Он же может повышать свой рейтинг Он может повышать свой рейтинг Он может присылать еще крутые задания Он может Притумывать Под гитару Ооо Игромные замыслы Может даже Сделать так Чтобы Быстрее Да Выбрать задания Потому что такое тоже Нет, задание правда классное Я бы хотел Антону За одну минуту Сочнил такое Не за одну минуту Не за одну Я это сочинял За утро Ну за утро Ну за сегодняшний день За один день Хотелось бы сказать Конечно я утрирую Я на самом деле Уважаемые смотрители Я на самом деле Хочу Полностью себя изменить Потому что Потратить Мы можем Деньги заработали Слушай, знаешь, что мы придумали? Там задание пришло Какое? Сейчас Антоха 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 Панченко У нас там задание Спасибо большое Сейчас личка Я надо сказать Сейчас Сейчас Личка Давай с нами Стой Иди сюда Антон, мы можем с тобой Лично встретиться Если ты нам сделаешь Какой-нибудь квест Мы можем прийти И руку тебе пожать Просто за это Огромное спасибо Повышай свой рейтинг И приходи к нам Будет круто А сейчас У нас задание Какое-то внизу Мы идем туда Надо спеть песню Про Томагоча Так 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 Юрец Что, Васькосинь? Помнишь, что я вам нужна? Семенец Ты так Чтобы я тебе пяток дал Нет, братан, смотри У нас задание Видят, смотри Задание Юрец Споют песни Старанусь под гитару Давай, поехали Давай Давай, я тебе даю биток Нет Под гитару А, под гитару Понялась как А, под гитару Так Инкогнито Сейчас мы подготовимся И споем специально для тебя Нет, это тебе нужно Чтобы я бить попал Хорошо Но ты, главное Попади в биток В ритм Хорошо Инкогнито Сейчас мы начнемся И исполним твое задание Васич Это крутое задание А вам нравится Поцеловать хочешь локоть? Нет, просто думал Может ты вдалишь? Нет, братан Ты что? Я бы не сдалил на тебя Здесь карманная ремба у нас Здесь карманная ремба Поехали Поехали У нас супер крутое задание У нас супер крутое задание От 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 инкогнито Крутое задание Так Инкогнито Ну тогда Надо будет время Короче Это мои аккорды На которых я почти играю Все свои треки Это Даже Максим Фадеев говорит Чем проще вы делаете музыку Тем круче Это хорошо Ладно и те же аккорды Уже просто наскучили Можно повеселее? Простой, но другой Просто уже наскучили На те же аккорды Хорошо Хорошо, Катерина Я сейчас сделаю Все, как ты скажешь Так А какую ты хочешь музыку? Какую ты хочешь музыку? По крайней мере, Катерина Мои треки сегодня Принесли денежки Понимаешь? Это были не твои дети Нет, это была Организация, я думаю Всего концерта Все, хорошо Ладно, ребята Поехали Я не буду такой мелочный Я буду Повыше этого Так, поехали Так Давай, Вася Я должен понять Эстетику твоей музыки Нет, ты читай трек Я должен понять Я должен Слышать музон Я тебя прошу Ты можешь зачитать Ты начинай читать Что делать Ну хорошо Задание От инкогнито Пусть Вася И Юрец И Юрец поет песню Про томогоч под гитару Поехали Под гитару По танцовку Саня, по танцовке Все вставай Я встаю с дивана Где-то в 7 утра Потому как это правило Мой устав Каждый день Девять я делаю заряд Не, братан Никак Ты подожди Так вот я и сказал Давай я подожду Ты только сказал мне читать Ну ты вступай Ты че остановился Я только Я не останавливаюсь Давай я продолжу Продолжай Продолжай, конечно Давай Я встаю с дивана Где-то в 7 утра Потому как это правило Мой устав Каждый день в 9 Я делаю зарядку А потом От камер Начинаю играть в прятки Я жду часами душ Вспоминая о душе Хочу забрать свой куш Он очень нужен мне Для бабушки Прасковьей Было важно очень Чтоб никто из шестерых Никого не бросил Рабы с чердака От милой Кац и Зольды Пытаются наследство О, наконец-то в ритм попал И вроде бы получается А вроде бы не очень И где-то играть Мне не кончается И я не там огочи Стоп Тихо Ты че, бро Ты будешь так играть? Конечно Теперь Тихо Мы сделаем Все Заново Давай Вот то, что ты играл Начни Так Нет, давайте под биток Гидеально Я считаю Ребят, мне кажется Нам надо делать все пошагово Потому что я хотел сейчас Подобрать аккорды Биток И так далее Сделать это Но Вась-Вась захотел быстро Поэтому у нас ни хрена не получилось Сейчас попробуем еще раз Сейчас попробуем еще раз И надеюсь Получится У нас получится Хорошо, я сказал Сейчас мы еще раз прочитаем И попробуем подобрать Надо не на камеру говорить А Вась-Ващу как лучше Он любит на камеру Хорошо, ребят Не надо Не на камеру мы Ребята меня очень любят Вась-Ващу Нужно говорить С ним поймать концепт Мы тебя очень любим Ты понимаешь, что мы тебя очень любим Я прям Вот Я прям Почему мы работаем Лев, скажи Лев, скажи Давай лучше под биток Потому что тогда было Давай смотри Стоп, тихо, тихо, тихо Реально круто Давай так Давайте сделаем Это реально круто Так, смотри Мы подберем узон Учаше Убрали Убрали нахер все Так это да Убрали Садись, Ващ Под гитару вы уже спели Получилось не очень Давайте под биток Нет, под гитару Там задание под гитару Нет, под гитару вы уже выполнили Только что Нет, мы не выполнили Я сделаю это красиво Месте с Юрцом Мы вместе это сделаем красиво Ну вы не понимаете Что вы реально Только что Под гитару Выполнили то, что выполнили А сейчас лучше сделать Это под биток Это можно сделать красиво Ребята, что с вами Вы не можете Что происходит Давайте Короче, сейчас попробуем подобрать И посмотрим, что получится Главное Ну смотри, как это получается смотри вот я сейчас любой текст наложу сюда и смотри как ложится то есть те главное попасть мы будем опять говори мне говори мне что мне нужно делать я хочу прокачаться надо вот так прокачать я прокачаюсь мне нужно было бы такая была модная стиля прокачанная а давай с тобой какой-нибудь танец может придумаем наш с тобой самый сильный такой женственный чтобы тебя все девчонки полюбили после этого просто не насчал наш как-нибудь давай вот так знаешь ты должен меня ты должен мной управлять и крути меня нет меня прям знаешь как ты меня бери и закручивай меня к себе я не буду пальцем болеть хочу забрать свой пуш он очень нужен мне для бабушки нет еще так зачем это же идет давай вот так они домогочи они домогочи мне вроде бы понятно а вроде бы не уронжен нас к своей бабушке я не домогочи я не только болели я не торчил я не знаю даلب оу-у-у-у-у-уroot надо вот так вот надо вот так короче брай-тан брай-тан надо просто слушать ты сам отвечаешь на свои вопросы ни стены kovpo только что как anh mek Мистер инкогнито, мы выполнили твое задание, можем еще раз для закрепления успеха, как ты считаешь? А давайте еще раз, давайте еще раз, давайте закрепим, мне кажется нужно закрепить Девочки, смотрите, я читаю, вы танцуете вокруг меня, ну вокруг ютса меня, Максон, ты целиком, целиком где-то здесь делаешь красиво, ну как бы там весь Пытаешься делать там, просто круто, делай это, Максон Все, мы готовы, да? Давайте, приготовились, мистер инкогнито, сейчас мы будем выполнять твое задание, мы собрались, классное задание, смотри за нами Оставляем то же самое? Да, давай, давай Итак Можно я объясню? Итак, исполняет эту нашу песню по заданию наш Вась Васич, который сочинил ее сам Вместе с Юрцом И Юрец его аккомпанемент Браво нашим ребятам Стоп, девочки потанцовывают, Максон делает целичок После того, как я закончу, ты стой просто ровно, вот здесь, замри, заряжайся После того, как я скажу второй раз, а не тамагочи второй раз, после припева, ты прям начинай сжечь, понял? Прям вот так вот, все свое, понял? А сейчас просто замри и прими позу заряжающегося Лия! Лия! А потом как? Лия! А потом, а не тамагочи, это сделай красиво Лия! 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 Л이다! Только ритм, с ритма не сбивай, Вась, пожалуйста Да Отойди Чуть-чуть Я réduю просто Просто потанцовывай Скажи мне 3 2 1 Знаешь что, я играю Ступай когда услышишь музыку Ты же слышишь, И humanities? Вот сейчас можешь вступать Вот сейчас Я стою с дивана где-то в 7 утра Потому как это правило Мой устав Каждый день в 9 я делаю зарядку А потом от камер начинаю играть в прятки Я жду часами душ Вспоминая о душе Хочу забрать свой куш Он очень мне нужен Для бабушки Праскови Было важно очень Чтоб никто из шестерых Никого не бросил Рабы с чердака От милой Кац и Зольды Пытаются наследство Оставить свою пользу И вроде получается А вроде бы не очень Игра-то не кончается И я не тамагочи И вроде получается А вроде бы не очень Я наследник своей бабушки А не тамагочи Мне вроде получается А вроде бы не очень Я наследник своей бабушки А не тамагочи Мне вроде бы понятно А вроде бы не очень Я наследник своей бабушки А не тамагочи Мне вроде бы понятно А вроде бы не очень Я наследник своей бабушки А не тамагочи О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о А не тамагочи! Вау! Не тамагочи? Нет, я не тамагочи! Я наследник своей бабушки! А ты тамагочи? Кто это? Я не тамагочи! А кто ты? Красава! Вот это было красава! Вот это было красава! Вау! Только что родился трек Мы наследники А не тамагочи! Ууу! Зольда как тебя спрашивает? Вась, Вась, ты встаешь в 7 утра! Зольда, каждый день с этого дивана я встаю в 7 утра! Каждый день! Это может быть 9 утра! Это может быть пол 11-го! Но каждый день я встаю во сколько, ребят? В 7 утра! Уже на протяжении 18 дней Вась Вась встает в 7 утра с этого дивана! Да, Изольда! Да! И... Я могу это заявить с такой ответственностью! С какой? С очень... Серьезно? Да! Встает в 7 утра! А как ты встаешь, Вась Васич? Вот так встает? Нет, нет, нет! Каждый раз, когда я встаю, я еще пять минут сижу! Вась Васич! Не хотите ли? Надо пять минут посидеть просто! Да он же плакает! Присесть! Зачем? Молча подумать! А как это на твоем сленге? Как-то по куба... По кубатурить! Нужно по кубатурить обязательно! А как это? Мне кажется, это вот так как-то происходит! Ну, это может быть по-разному! Это может быть по-разному! Мне кажется, он думает, чертова Изольда Кац вообще! Я вроде бы не очень! Ты так встаешь? Ты так встаешь? Самое главное! То, что сегодня было круто! Смотри! Мы смогли всю программу отвести! Сделать это с большой легкостью! Еп-еп-еп! Ну согласись! И твоя песня, она реально зажгла людей! А где ты? Ты видел, когда на тебя смотрели? Как ты просто встаешь? Вась, а знаешь, как неприятно было, когда ты говорил, мамочки, Поздравляем вас с Днём Матери! А, нет! Как бы неприятно шли и улыбались! А самое приятное, когда, помнишь, коляской женщина шла? Да, да! А рядом с Днём её муж! Ты безумный, точно! Даже больше, чем она! Как им было приятно, когда его жену поздравляли с Днём Матери! Да, да, да! Это было классно! Как он гордился своей женой! Улыбку! Вот эту папу такой улыбкой! Ты не знаешь, шла мама и папа с коляской! И я говорю, блин, мы поздравляем вас с Днём Матери! И прям отец такой, это моя... Это моя жена мама! Это мать моего ребёнка! Это было очень круто! Он прям себя почувствовал таким мужчином, героем, самцом! Да, да, да! И он говорит, это моя! И идёт такой, вот так поднял голову, это моя жена! Это было круто! Да, это было круто! Это было круто! Ребаку сделала на капучино вот так! Что ты думаешь? Капучино! 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 Да, было интересно! Да? Ну, если у нас не будет больше заданий, получается, мы не сможем поехать! Нам нужны задания ещё! Такие! Ну, классные! Это Антон Панченко! Спасибо за задание, конечно! Но очень жалко, что ты не пришёл сегодня! Я очень ждала тебя! Ты мой самый любимый поклонник и не пришёл! О, Милана, привет! 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 Это было круто! Очень жалко, что ты не пришёл! Милана, как вы сходили? Хорошо! Мы погуляли! Мы видели Москву! Мы сегодня, представляете, проехали бесплатно! Да! А вы были в маршрутке или в метро? Были когда-нибудь? Мы бесплатно сегодня проехали! Бесплатно! На маршрутке! С Зайцем! Ну, вас же могли поймать! Нет! Нет! Мы договорились! Я говорю, всё! Едет водитель! Я впереди еду! Я думаю, слушай, дружище! Ну, так и так! У нас нет денег! Да! Ну, тоси-боси, пятый-десяк! Хочешь, мы тебе в маршрутке споём? Мы про тебя рассказали, что ты тоже у нас есть! Чтобы они заходили и посмотрели, кто ты! Потому что мы не понимаем! Мы просили у них помощи! Представляешь? Да! Поэтому они будут заходить и смотреть, чтобы узнать, кто ты такая! Вот так! Мы про тебя не забыли, Милан! Вот! Вот! Это мы, Милан! Маршрутки нас показывают! Это я в шоке! Это я в шоке! Смотри, я в шоке! От маршрутного такси! Видишь? И Макс тоже в шоке немного! Макс в большом шоке! Мы все! А видишь? А видишь сзади людей? Они тоже в шоке от нас на самом деле! Потому что мы пели песенки! Да! И веселились как могли! Как тебе, Милана? Хорошо! Да? Да! Ну вот! А восьмачич договорился! Да! Мы понесли! Вы за всех! Чем ты здесь занималась, родная моя? Ну я немножечко поделала свои дела! Начала раскраивать ткань для юбки! Вам правда интересно? Для юбки? Ну какие у вас дела, Милан? Нам очень интересно! Ты себе шьешь юбку! Да! Я себе шью юбку! Слушай! А если мы попросим смотрителей, чтобы ты для наших смотрителей сшила юбку? Ну я не знаю! С именем! Специальным именем! Вы попросите смотрителей, чтобы я для смотрителей... Да! Ну нет! Может быть вы у меня попросите, чтобы я для смотрителей сшила юбку? Ну не просто юбку, а чтобы... Там я не знаю, это было... От Миланы на юбке там вышито было... Наш логотип можно... Логотип! Или имя какое-то было... Допустим, какого-то смотрителя, который бы хотел реально попросить, чтобы ты сшила юбку! Ну конечно! Почему нет? Спасибо тебе огромное! Итак, уважаем и смотрите! Подожди! Стоп! Получается, ты умеешь шить! Ты умеешь готовить! Ты умеешь... А что ты еще умеешь? А что вас интересует? Ты умеешь видеть будущее? Вы поймите, что будущее — это очень интересная вещь! Так! Если, например, я посмотрю на вас и скажу вам какое-то будущее, то я закрою вам остальные двери! Это да! Вы же читали книги, вы же понимаете! Да, по эзотерике я помню! Я понимаю, о чем ты говоришь! Я понимаю, о чем ты говоришь! Смотрите, Катерина, у вас... Если определить определенную судьбу, то у тебя нет ветвей, которые бы ты могла изменить эту судьбу! Если тебе кто-то... Почему я не хожу к гадалкам? Я ненавижу гадалок! Ну, не люблю гадалок! Потому что, если ходить к гадалкам, то это получается... Она вроде определила тебе все, и ты как бы ей веришь! Это Ванга! Но ты можешь... Ну что ты! Она кто? Ванга такая! Я Милана! Она Милана! Ванга была слепой! Будущее! И она видела будущее! Но таких людей называют... Знаешь кем? Сейчас тебе скажу! Прорицатели! Прорицатели! Да! Прорицатели! Потому что... Самое главное, что она в играх реальности! Пойми ты это! Максим, я не буду... Все, что я вижу, я вам все равно не скажу! Потому что, как я сказала только что Василию... А сейчас попробую объяснить! Вот у тебя есть, как минимум, 10 вариантов развития твоей судьбы! И ты вправе их решать! Послушай! В последний раз слушал Windows 10, а ты начал 10 что ли? У тебя есть 300 вариантов развития событий! Да мало! Сколько ты хочешь? 64! Сколько ты хочешь, Максим? 64? Да! Варианты! 64 гигабайта варианта развития событий! Ну, допустим! Объясни мне! Это гигабайты, ну, для него это понятнее, потому что... Ну, это как память! Память гигабайт, это память! У тебя есть... Послушай! 64 гигабайта варианта развития событий! Если я тебе что-то увижу и скажу это... Тогда у тебя не будет 64 гигабайта! У тебя будет 1 гигабайт! То есть, ты остальными 63 гигабайта не будешь пользоваться! Потому что тебе уже рассказали один из вариантов! Понимаешь? Сценарий будет написан! Одним! То есть, получается, все остальные, да, гигабайты? Они все! Они будут тебе не нужны! Бесполезны! Абсолютно бесполезны! А если тебе не говорит никто, то ты сам решаешь, какое количество взять! Понимаешь? То есть, ты их... Я слушаю! То есть, ты их удалишь, что ли? Нет, не я их удалю! Я просто достану из вот этих 64 один, положу тебе и скажу следуй по нему! А как ты? Так мне не получится! Это... Не-не-не! 64 это мои будут! Такого не можно! А этому я не говорю! То, что я вижу в будущем! Понимаешь? Она ничего не закапывает! Она имеет в виду, что если... Я объясняю, почему я не говорю о будущем! Понимаешь? То есть, тебе мешает этот... Мне ничего не мешает! Ну, у Макса тысяча жизней, да, Макс? Тысяча вариантов! А мне кажется, у тебя есть какой-то момент! Потому что у него... У Макса было много жизней! У него... Смотри, у него не просто много жизней! Он там что-то пишет... Как называется, когда хрень прописываешь? Чит-код? Десять тысяч! Десять тысяч? Может и больше, да! Они добавляются! Вот именно! Вот! Чит-код там какой-то! Да! Чит-код добавляю! Ты можешь бесконечные жизни себе сделать! Правильно? Могу, да! И вот так мы с ним общаемся! Потому что по-другому не можем! Ну что? Сегодня было важное! Ладно! Чит-код, не чит-код! 64! Согласен! Согласен! Видит будущее! А чего вы там Макса грузите? Пацан на своей волне! А зато самое главное, что сегодня мы выезжали и делали крутое дело! Наоборот, мы не Макса не грузим, а наоборот... Грузите! Грузите! Помогаем! Наоборот, он помогает! Ну хорошо, помогаете Максиму! Давайте поговорим! Не цепляйся за словами! Не цепляйся за словами! Что у вас происходит? Дай мне ему уже так кто-нибудь уже! Пусть она пожелает! Мы хотим поговорить о том, что сегодня было! Честное слово! Чего ты цепляет что-то? Да! Короче, самое главное, что мы сегодня выезжали и делали задания! Я на самом деле запомнила, как мы ехали в общественном транспорте! Потому что для меня это было очень как-то странно! Сначала ехать маршрутки, потом ехать на метро! Это был немножко стресс! Там были все эти люди какие-то, они там ходили! Но это было интересно на самом деле! Ну да! Но зато люди интересовались как-то всем что происходило! Знаешь, было так интересно на самом деле, что нами можно управлять! Играть! И они не были злыми! Они наоборот нам как-то спрашивали на что-то! А еще же у нас были вот эти листовочки, да? Наши афишки! Классно что? Классно что? Классно что? Ну раз вы взрослая, Катерина! Зачем вы кусаете лишний раз? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! И что, и что, и что? Ну здорово! Что, например, Настя, которая была бабулгам, Классно, мне кажется, она сразу по какой-то... Как называется этот код? Куар-код? Куар-код! Это я знаю! Сразу нашла нас и сразу стала с нами общаться! Да! Да! Это было круто! Во-первых, Настенька, если ты сейчас нас видишь! Спасибо тебе огромное, что ты оказалась в этой маршрутке! Спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам! Спасибо, что ты стала частью нашего проекта и нашего... Нашей жизни! Нашей жизни, по сути, Настенька! Спасибо тебе за это огромное! Огромное! Просто огромное! Самое главное то, что она реально была поражена тем, что она самая первая, которая добавила стори в инстаграм, и мы с ней сделали, наши участники, мы герои, самые первые сделали именно с ней наше селфи! Настя! Настя, ты самая... Вась Васич! Как доберемся, бро? Либо отточилу поймаем, либо маршрутчиком договоримся, ну а как еще? Так, вот мы вышли к дороге! Остановились, ребят! Потому что вы все толпой побежали! Потому что, Катя, я опасный! Это не безопасно! А что мы встали-то сюда? Здесь остановка, дождемся, может маршрутка какая-то подъедет! Да? Еще раз сделаю так, еще почупцем! Да все, я одену! Лия, сразу фундицу! Ладно, ладно! Короче, мы сели маршрутку, у нас натирание денег. Что думаете? Нас могут выгнать, говорит Ксю, скажи-то. Да, господи, у нас сейчас выгнают Ксю. Но может быть кто-то из пассажиров, если мы споем, кто-то оплатит. Нас шесть человек, и нам сказали добираться, у нас задание добраться до Парка Горького. А еще сегодня День Матери. Поэтому, если здесь есть мамы, поздравляем вас всех с праздником! Мы поздравляем всех с праздником! Пусть у вас всех все будет хорошо! Посадить дерево! Построить дом! Завести маленьких деток И оказаться в нем! Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Я вас выпускаю, простите, что я задержал. Мы находимся уголоком станции метро, вообще вонючий, здесь непонятно что. Сейчас нам нужно заработать 500 рублей каким-то образом. Потому что мы выяснили, что проезд стоит 50 рублей и нам надо как-то сейчас добраться до парка культуры. Как вы думаете, ребята, мы заработаем сейчас 500 рублей, чтобы поехать на метро? Попытаемся заработать хоть какие-то деньги. Спасибо огромное. Сколько, сколько вас встречу нас? 100 рублей, 100 рублей. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Нам только что дали 100 рублей какие-то мужчины. Все остальные не хотят нам помогать, но мы не сдаемся. Я тосковала тебе минуты расставания. Ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния. О, Катюса запела. Но, несмотря ни на что, пришла судьба злодейка. И у любви у нашей села батарейка. Мы новые реальти-шоу и нам нужно 400 рублей. У вас нет на проезд. Пожалуйста, помогите. Ой, Вась Васич, сколько, сколько? 50. Осталось? 350 рублей осталось. Что, нашли бабки? Господи, Катерина, это гениально. Сколько здесь? 80. Отлично. Ребята, Макс, ты здесь? У нас есть 400 рублей, чтобы проехаться в метро. Да, нам точно хватит. Здравствуйте, у нас беда большая. Вы можете нас всех пропустить? Мы все потерялись, у нас реально ни документов ни хрена нет. Мы потеряли, у нас один общий багаж был, нам надо проскочить. Нам срочно в центр надо. Это я для себя снимаю, потому что, чтобы было доказательство, что мы реально потеряли. Все. Герои! Вы герои! Спасибо огромное! Ес, спасибо! Мы сохранили бабки, мы реально в беде. Сколько у нас есть денег? Сколько у нас есть денег? Сколько бабла? 300? 300 с чем-то. Не-не-не, подожди, давай доберемся до пункта назначения. Катя! Погнали! Ха-ха-ха-ха! У нас тут перформанс легкий. Ха-ха-ха! Эй! Может быть все на лыне И немножко позабыла Но не страшно Это просто бой Просто бой Это песня Ты прекрасник сербия С тобой Короче, мы пришли в парк Горького Вот тут вот так вот красиво Ребята ушли вперед Катерина очень хочет заработать денег Передаем эстафету Передаем эстафету Вот, ребята, пошел Хорошо Отлично, Максим Пожигай Лунная дорожка пошла Вот так Хорошо, хорошо Хорошо, хорошо Безумный Макс Безумный Макс Безумный Макс Безумный Макс Безумный Макс Безумный Макс Безусловно, любовью пылает Постоянно бывает с тобой Зачастую ночами рыдает, утешая себя мольбой Бесконечные думы о чаде, он же кровушка, плоть моя Если вдруг с ним случится несчастье, это будет моя вина Мама, мама, звезды подарю Мама, мама, врага за тебя убью Мама, мама, за меня не бойся Мама, мама, прошу, успокойся Юра зажигает Максон Безумный Макс Безумный Макс Безумный Макс я сразу-то и не понял ли я понимаю они нас бесплатно бесплатно да это правда давай опять а помнишь это реально это реально это реально смешно ой 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 я опасный это не безопасно а чё мы встали до сюда ну мы ждём как же мы все в футболках да всё я одену а не все не отдастся ахахахаха ладно ладно ой это мой маршрут тихо 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 вот сейчас я буду просить маршрутика чтобы у нас довёл бесплатно довёз бесплатно а я в шоке вообще я говорю что нас сейчас выгонят ну может кто то из пассажиров если мы споём кто то оплатит и на шесть идут мы поздравляем вас всех с праздником мы поздравляем всех с праздником смотрите на их линии а не только а как ты так его напарил построил напарил вообще не смотри есть слова я просто посади дерева построил Завести маленьких деток и оказаться в нем. А вот эти снимали? Мы находимся уголоком, вонючий метро. Сейчас нам нужно заработать 500 рублей. Мы говорили, что проект стоит 50 рублей. И нам надо 500. Это мы в шоке сейчас. Как вы думаете, ребята, мы заработаем сейчас 500 рублей? А вот здесь мы заработали 500 рублей. Тише. Зоночка пошла, зоночка! Сразу саттен просто. В первые 30 секунд. О, игры реальность. Нет пути обратно. Ждет 300 рублей. Все остальные не хотят нам помогать. Но мы не сдаемся. Я таскавал во тебе. Нет пути расставания. Стрима за счастьем. О, Макс танцует. Короче, мы рушим стереотипы. Заработать можно как угодно вообще. Реально как угодно. Вася сейчас без. Нет? Я точно там пою вообще. О, и я иду. Амстант можно 400 рублей. 400 рублей. Там нужно 400 рублей. О, балкишок положили. Балкишок. 350. 350 осталось. Что, нашли бабки? Господи, Катерина, это гениально. Сколько здесь? 80. 250. Отлично. Ребята. У нас есть 400 рублей, чтобы проехаться в метро. Хватит? Да, нам точно хватит. Здравствуйте. У нас беда большая. Вы можете нас всех пропустить? Мы все потерялись. Московское метро. Передаем привет. Спасибо вам огромное, что вы пустили нас бесплатно. Московское метро. Собянин. Все. Сергей, Сергей и Александр. Эти мужчины, которые нас пропустили. Мы с ним поговорили. Реально вот. И все. И пропустили нас бесплатно. Сергей и Александр нам еще сковородку подогнали. Вот так. Сколько у нас есть денег? 300. 300 с чем-то. Нет, нет, нет. Спасибо, ребята. Катя. Погнали. Это Юля, которая играла на детали. Юля, привет. Юля, привет, если ты смотришь. Спасибо тебе огромное, что ты за шпак с нами. Ты классная, Юля. Ты классная, Юля. я подошёл, сел, она говорит, дай-ка мне, я ей дал гитару, и всё макс, бабульку рассмешил там, бабушка была там, хорошая я смотрю, она смеётся сейчас короче, мы пришли в парк горького, тут вот там, красиво ребята ушли вперёд, Катерина очень хочет заработать денег передаём эстафету вот, ребята, пошёл вот, видишь, я эстафету а вот Максон танцует ну да, Максон танцует безумный Макс безумный Макс безумный Макс Б seen уууу полную версию вы сможете увидеть именно завтра, в 12 часов смотрите замёрзли это моя dele Ой, это песня. Ой, это песня. Зачастую ночами рыдает, Утешая себя мольбой. Бесконечные думы о чаде. Он же кровушка плоть моя. Если вдруг с ним случится несчастье, Это будет моя вина. Мама, мама, Звезды подарю. Мама, мама, Врага за тебя убьют. Мама, мама, За меня не бойся. Мама, мама, Прошу, Успокойся. О, танцы юрца пошли. А, это наш пританец. Да. Макс, давай, скажи танец. Макс, покажи, как это. Кого? Танец юрца? Макс, да. Ну вот, у него, короче, он не танец. Видишь, что он есть? А это я опять. Видишь? Макс. 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 Танец крабика. Танец крабика пошел. Дааааа. А тут тебе хорошо скопится. И тут я. Оп-па-па-па-ра-ра-оп-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Уиии! Тебе идет он. Катюха знает, чем брать. Макс. Уважаемые смотрители, это была короткая версия, а полную версию сможешь увидеть завтра в 12.00 на нашем сайте Игры Реальности. Настенька, привет! Настюша, привет! Бабулган, это ты! Смотри полную версию! Настенька, ты такая хорошая! Настя, ты красотка! Настя Бабулган, это первый наш зритель, смотритель, которого реально будем знать его в лицо, она очень красивая, она очень красивая. Она, кстати, в инстаграме, она просто нереальная красотка, действительно активный человек с активной жизненной позицией, это здорово. Настя, респект от нас, мы тебя любим, продолжай нас смотреть, давай нам задание и будет нереально круто и весело! Настя Бабулган, ты первая, кто отметилась в гошмограмме! Настя Бабулган, спасибо тебе! Огромное, что ты первая, кто это сделал! Первая! Настя Бабулган, во-первых, я так понимаю, в этом инстаграмме можно делать, что можно делать в инстаграмме? Настя Бабулган, в инстаграмме можно с хэштегом отметить нас, если они нас где-нибудь увидят. А самое первое, в инстаграмме можно найти ссылку на наш сайт. Нет, смотрите, на самом деле мы есть в инстаграмме Игры Реальности, потом мы есть в фейсбуке Игры Реальности и Вконтакте Игры Реальности. А в одноклассниках есть? Нет, в одноклассниках нет в одноклассниках. Игры Реальности. Да, все очень просто. Очень просто. Собака Игру Реальности и вы на нашем паблике, на котором есть все, вся наша жизнь и как все происходит. А, в инстаграмме же есть ссылка, мне кажется, на наш сайт, да? Абсолютно верно. То есть можно быстренько перейти. Есть ссылочка, туда можно перейти, посмотреть видео на сайте, всю нашу хронику и все, что с вами происходило с самого первого дня по сей день. Это была жесть. Мы бобы ели сырые два дня. Попробуйте бобы сырые два дня. Фишка в чем? Фишка в чем? В инстаграме могут люди узнать новости какие-то. Могут узнать, когда что выходит. До хрена всего хорошего. Новости о том, что будет происходить или происходило в нашем доме. Поэтому подписывайтесь на наш инстаграм. Вы будете в курсе всех наших ближайших событий. Также, куда мы поедем? Что мы будем делать? Какие задания нам приходят? Что еще? Будьте за рамки своей реальности. Играй в нами. Что мы любим? Давайте вместе поиграем. Потому что это реально весело. Спасибо. Мы вас любим. Спасибо за то, что вы с нами. Смотрите нас. Побыстрее. Расдают нам задания. Присылайте нам еду. Нам очень нравится. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо. Класс. Мне нравится. Слушайте, стильная такая, да? Да, да. Глазы, которые всегда следят на черном фоне. В реалити-шоу. Слушай, а ты можешь с ней сделать такую татуировку? Есть такой инструмент. Как он? Я точно не помню. Короче. Вот он тебе бы очень подошел. Он как арфа почти такой. Знаешь, на трех струнах. Но гитара тоже подойдет. Смотри на мои пальцы. Ты сможешь научиться играть? Могу. Ты хочешь научиться играть? Конечно. Пальцы только тут стираются. Я давно ее не держал. Но тут все очень просто. Короче. Есть бой. Например, самый простой бой. Просто? Раз, два. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Сегодня был открытие. Первый день открытия катка в Парке Горького. И мы присутствовали при этом, ребята, приходите в парк Горького на каток. Стоп, стоп, дай я скажу даже, это нереальная тема. Там, понимаете, там не просто каток. Там тропинки выложены так, что это не просто круглая вещь, а это именно каток с тропинками. Слушай, туда можно приходить, погоди. Ребята, дайте нам задание, пожалуйста, чтобы мы покатались на этом катке, потому что каток реально очень клевый. Мы покажем, как мы умеем кататься на коньках. Это реально круто. Да, пришлите задание на коньках. Наверное. Кстати, я не умею кататься на коньках, это реально будет смешно. Мои любимые поклонники, я не умею кататься на коньках, но именно с вами я хотела бы прокатиться. Я не умею. Прогнозите меня покататься на коньках. Пойдемте в парк Горького, действительно, там потому что было очень красиво. Я с вами с вами прокачусь. Там музыка играет, там играет музыка, почему музыка бомбовая. Подождите, а в нашем магазине можно купить коньки? Если, допустим, наши смотрители добавят в магазин, а пускай у наших героев будут коньки, то я думаю, что это невозможно. Блин, пожалуйста, отправьтесь на нас кататься в парк Горького, там реально очень круто. И поехали идти кататься вместе с нами, мы это все заснимем. Там музыка классная. Интересно, наверное, там каждый год так, да? Я думаю, что да. Там каждый год так круто. Просто первый раз это удивило. Мне это очень понравилось. Это впечатлило, да? Да, да. А так всегда. Понятно. Пожалуйста, нам очень нужны новые задания на выходные. Флэшмобы, концерты. Сергей и Александр, если вы нас сейчас смотрите, вы можете прислать задания, чтобы мы провели днюху? Ваш день рождения будет самым незабываемым. Вы помните, мы все помыли, все сделали в лучшем свете. Ребят, нам нужен ноутбук. А чтобы лучше подготовиться, нам нужен ноутбук, конечно. Да, нам очень нужен ноутбук. Программу составить, как надо, распечатать все. А вы знаете, мне кажется, если нас смотрит Марина из того ресторана, где мы были вчера, может быть, она захочет нас пригласить на эту, чтобы мы провели там все. Вечеринку. Да, вечеринку. Было прикольно. Тематическую вечеринку. Вот, уважаемые смотрители, для того, чтобы выполнять задания еще лучше и быстрее, эффективнее, да, то есть и по-максимальному это сделать супер, да, пришлите, пожалуйста, Максу в ноутбук. Вот, я думаю, вы поможете Максу вообще на все проблемы решить, которые есть. И по-мам тоже. Да, еще поздравляю всех мам с праздником. С днем матери, вот, для вас. Все с днем матери. На самом деле, представляю всех Макс с праздником. А можно сейчас я еще раз прочитаю стих. Я еще раз прочитаю стих. Не только Максу, а и наших мам. Которые я сегодня читал. Ну, я очень хочу. Как бы, кто-нибудь знает понятие слова преамбула? Что? Ну, это когда перед... И поэтому, знаете, что я хочу сказать. А, вот, вот. Я очень хочу прочитать этот стих не только для всех мам, а я очень сильно хочу прочитать этот стих еще и для своей мамы. Очень хочу. Если сейчас, мамочка моя, ты меня смотришь, я очень хочу прочитать этот стих для тебя и для всех мам на свете. Ну, просто я очень люблю свою маму. Я всегда был для нее не просто сыном, а был другом. Открыв глаза в этот новый мир, ты взглядом ее встречаешь. И в теплых, нежных женских руках любовь ее получаешь. Так дни проходят за днями, ты плачешь, смеешься, мечтаешь. Бывает злишься местами, но все равно любовь ее получаешь. Она заберет из детсада, портфель твой на блече набросит и скажет, сынок, с тобой мама, когда тебя девушка бросит, в армейку пришлет передачку, на свадьбе обнимет жену и выпьет за счастье обоих рюмочки водки, да ни одну. И где-то на красной горбатке, в старой домашней пижаме, ты счастлив, приехав к любимой, родной, единственной маме. Мамочка, красная горбатка, я люблю тебя, мамочка. Максон, ты жжешь, прямо, прямо отжигаешь. Нет, Вася, правда, стих очень душевный. Да, это крутое стихотворение для мамы. Мне очень его нравилось. У меня такое ощущение, что здесь очень интересно. Я тоже хочу поздравить свою маму еще раз с моей матерью. Мамочка, любимая, это самая лучшая, самая крутая, самая спортивная, самая стильная, самая модная, самая великолепная, самая изысканная и несравненная ни с кем. И воспитала самую лучшую, волшебную, в мире искреннюю, супер-классную дочь. Мамочка, я тебя люблю. Мамочка моя, если ты меня слышишь и видишь, я тебя поздравляю с Днем Матери. Спасибо вам за дочь. Мама Катерины, респект ей. Спасибо. Ксю, скажи, пожалуйста, ты придумала значок? Так, ты сейчас правильно, пальчики как болят? Круто. Кажется, что у нас были такие струны или попты, чтобы они были просто черные, вот с такими значками. Просто он не должен быть большим. Просто он не должен быть большим. Он должен быть таким. В смысле, вот как я играла, только... Все так же, да. Только без остановки, за вторым разом и за третьим. Это очень большие папки. Чуть-чуть попозже. Ну, и сейчас. Но когда-нибудь это будет подавать. Вот, ты сейчас держишь ровный ритм, простой же очень. Ты понимаешь, как должно быть, да? Да, она бы сказала, ты как раз такая. У меня есть одна знакомая. Она преподавала вокал. И вот когда фальшивили ее воспитанники, она всегда касалась волос. Всегда. У меня есть знакомая. Она преподаватель по вокалу. И вот когда ее воспитанники фальшивят, она никогда не выдает это, то есть, ну, что-то поет. И она всегда в этом момент, она всегда прикасается к волосам. Я прикасаюсь к волосам, когда я вижу, что человек работает, и мне очень нравится. Мне кажется, это неправда. Подожди, Фарк. Блин, сегодня такой день крутой был, а? Муку возьмем. Такой шикарный день. У нас ядь-то есть. Офигеть. Куда мы попали? Мы реально попали в очень хорошее место. В уникальное место. Мы узнали, что мы родственники. И самое ведь главное, я на самом деле забыл вообще про деньги. Что у нас есть наследство. Прикинь. Все. Я настолько забыл, что у нас есть наследство, что реально понял, что самое главное, что я сегодня получил. Понятно, что ты не готовишь, чтобы все понятно. Прикиньте, что у меня есть. Короче, я понял, я понял, я понял, я понял, я понял офигительную вещь. Я вообще сегодня забыл, что у меня есть наследство. Вообще забыл. Я настолько офигел и просто насладился тем, что мы поехали работать все вместе. И это было очень круто. Мы преодолевали какие-то препятствия. Мы шли по холоду. Мы мерзли. Мы пели песни везде. Мы пели песни в маршрутках. В метро нас пропустили. Люди, когда видели, радовались. Это было очень круто. Я безумно счастлив, что я оказался здесь. Я безумно счастлив, что я оказался здесь и что у меня есть какие-то родственники. Что у меня есть брат Макс. Дай, Петер. Я очень рад. Это очень круто. Для меня это очень дорого. И я их тоже всех люблю. Всех люблю. Даже если мы иногда ругаемся, ссоримся. Я готов просить прощения, потому что это семья. Не потому что мне хочется там извиниться и что-то, а потому что для меня важна семья. Для меня главное, что... И ты, Юрий, самая настоящая душа компания. Я очень рада, что ты не ведешься на все происходящее. А у меня выбора нет. У меня нет выбора, потому что я другой человек. Ты душа. Любой компания. Просто в каждую общество нужно шагить. Ну слушай, зачем вот это же все вот это вот, оно забирает у нас время. Оно у нас забирает счастливые моменты. Но, к сожалению, необходимо ко всему привыкать. Всем сложно. Вообще. Василий, что-то рассмешил. Ну это очень здорово. У каждого из вас возникают трудности. Да, Милана. Каждая из жизненных ситуаций, каждый их воспринимает по-своему. Абсолютно верно. Это очень круто. Очень здорово. Что вы развиваете? Что за тему? Юрий говорит, что... Я хотел быть собой. И я буду собой. Я хотел быть собой. И я буду собой. Я хотел быть собой. Стоп, 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 стоп. И я буду собой. Давайте-ка, чтобы у нас припев этой песни... Мне вроде бы понятно, а вроде бы не очень. Я наследник своей бабушки, а не тамаготчие. Мне вроде бы понятно, а вроде бы не очень. Я наследник своей бабушки, а не тамаготчие. Ребята, знаете, что я хочу сказать? То, что мы, мы можем реально просто изменять мир. Наши смотрители с нами, они вместе с нами просто меняют мир вообще. Если вот сегодня день матери, сегодня день матери, и мы сделали реально такой подарок, просто потому, что каждая мама, для каждого человека это что-то свое, это что-то родное, согласись. Ну, девочки, не шалим. Уважаемые смотрители, лучшая аэробика от нашей Лии, вы сможете насладиться ее в прямом эфире, завтра в 8.00. Подожди, подожди, растягивай ее, растягивай ее, растягивай ее. Подожди, растягивай ее. Нееееее! Да это тоже должно пройти. Ну как, у нас же есть семейные ценности, мы должны их придерживаться. Самое ужасное, что мы забываем, что мы не просто здесь отдыхаем, а что Изольда может наполнить о себе. Конечно, мне кажется, Изольда всегда может наполнить. Конечно, на кону такие большие деньги. Ребята сегодня поступили не очень прикольно, я не буду этого говорить чуть-чуть. Но и с моей стороны, видимо, было что-то нехорошее, потому что просто так не происходит ничего. Видимо, я что-то тоже сделаю неправильно. Я люблю, когда об этом можно честно поговорить, не задевая личные вещи, национальность, личные качества какие-то, пытаться оскорбить и пытаться какие-то вещи делать, которые тебе вообще, ну ты к ним, ну как бы, ты не такой. И ты не понимаешь, почему так происходит. Ну ты как бы, ну не понимаешь, понятно. Я на самом деле привык с таким в жизни сталкиваться. Ты будешь сталкиваться. Ну да. Ну ничего страшного. Каждый будет сталкиваться с тем, что его задевает. Да? Ну да. Пока оно не перестанет вас задевать, оно будет вокруг вас. Это как с посудой. Да? Ты вот не любишь мыть, она будет все же с тебя встречаться. О, какая-то Ксюшкина самая большая. Ну я вот просто, да, пример такой привела. То есть ты не любишь ее мыть, у тебя все равно обстоятельства каким-либо образом приведут туда, где тебе придется ее мыть. Как только ты ее полюбишь, появится посудомоечная машина, появятся таблетки. То есть не то, что полюбишь, о, да, и там через силу. Вот это появится, да? Конечно. То есть как только ты принимаешь какую-то ситуацию, как само собой разумеешь, то есть без какой-либо оценки все будет проходить хорошо, намного лучше. Ты знаешь, что самое обидное? Обидно за людей. За человека. Ты все равно всем не сможешь помочь, пока они сами не захотят этого. Так обидно. Человек не понимает, что он делает. А говорить нельзя, потому что иначе ты его чему-то учишь. Да. А ничего не сделаешь. Ничего. Вообще ничего не сделаешь. Эх, ладно. Главное, мне кажется, что это семья. Да. Главное, что это семья, семейные ценности. Мне кажется, вот что главное. Да, Милан? Да. А как это вы добьете? Потому что мы уже все это утратили. Мы это приобретем. Мы только приобретаем. Только приобретаем? Только с опытом? Да. Если бы, понимаете, вы виделись как бы уже раньше, а не только сейчас, вот в этих экстренных обстоятельствах, когда вы уже каждая сформировавшаяся личность, а изначально, например, с детства вы бы виделись своими маленькими семейными островками, то вы бы более как-то по-другому, возможно, относились. А поскольку вас всех уже реально действительно взрослых собрали... Это стресс. В стрессовой ситуации, в которой еще на вас постоянно смотрят камеры, я понимаю, насколько это тяжело. Это стресс, кстати. Я недавно понял, что... И, естественно, все это давит на вас. И вылазит все. Выходит. Поэтому вот так, но ничего. У вас же бывают моменты, когда вы забываете про все эти личные... Вообще бывают. Это очень классно. Это очень приятно. Даже вот, когда я однажды к вам спустилась на ужин, это было, правда, очень здорово. Правда, потом я поднялась и снова слышала, что что-то у вас случилось. Ну, я не стала спускаться снова. Но это бывает. Скоро будет это чаще. А как добиться, чтобы у нас всегда была такая идиллия? Возможно, нужно уметь слушать. Но если возникает личный конфликт, необходимо лично его решать. Лично? Вот, например, допустим, мы с вами, Юрий, по какой-то причине поругались. И если я, например, иду к Ксении с Катериной, рассказываю им, и они как бы идут, тебе объясняют, что ты делал неправильно. И нас выгонят. Абсолютно все сели и засунули язык в жопу. Абсолютно все. И ты просто взял и вступился, ну, знаешь, как, взял на себя ответственность вообще за всех. Я понимал, что надо... Если бы ты им не сказал, вообще никто бы ничего не сказал. Все как ссыкуны какие-то малолетние засунули себе языки в жопу, все молчат. И сидят и ждут. Когда кто-то скажет, ты взял на себя ответственность поговорить. Я так и не поняла, как ты его так напарил-то? Я не напарил. Я с ним по-человечески, просто поговорил по-человечески. Я говорю, ну, такие дела. У нас нет денег. Нас шесть человек. Братан, что нам сделать? Давай, говорю, мы споем у тебя. Да, я втуралочку целую. Помните, что ты умеешь первый день? Что с вами не так? Да, я все время подозревала, что с вами что-то ку-ку, что вообще совсем. Ну, а когда Милана съела мой горелый лук, я сразу поняла, что она своя. Нет, на самом деле, мой лук очень вкусный. Вкусный. Правда же, Милан? Если бы было не вкусно, я бы не стала кушать, поверьте. Хороший лук был. Жаренный. Даже я попробую. Попробовал два кусочка. Это было здорово. Хорошо. Но есть же к чему стремиться? Нам всем всегда, мне прежде всего. Всем всегда. И мне, несмотря на то, что Ксения сказала, что я очень мудрая. Это вы, как Милану стремитесь? Я, например, не умею играть на гитаре. А, мне кажется, Милану... Я не совершенно, как я по вашим реакциям поняла, не умею одеваться для современного мира. Мы тебя легко можем уйти. Работать с Ксенией, я думаю, поможет мне этому научить. Мы с Ксенией вчера зашли в магазин, и там были торги за 14 тысяч рублей. Это очень дорого. Я предложу Ксении пойти в смешные цены. Я не знаю, что это в магазин. А сегодня буквально мы где-то видели смешные цены, представляете? Я не знаю, что представляет, да? Ты со стороны, ты бедная девочка. Еще одна ладьба. В Лондоне есть определенный флешмоб. Каждый день? Ну, не каждый день, может. Постоянно. Да, постоянно проходит один и тот же флешмоб, где люди встречаются и танцуют один и тот же танец. И все про это знают. И если бы мы действительно завели бы какую-нибудь такую же традицию, да? Если бы мы завели бы такую же традицию, танцевали бы один и тот же флешмоб. По средам приезжать? По средам, в 9 вечера. Если бы по средам в 9 вечера мы бы придумали какой-нибудь флешмобный танец, как проводят в Лондоне там каждую неделю, да? Ну, лучше это делать в субботу. В субботу в 19.00 проводить один и тот же танец. Так как весь мир может на нас смотреть, мы сможем этот танец репетировать в онлайне. И все вместе собираться. Подожди, подожди. Например, в парке Горького в одном и том же месте. Как нам сделать так, чтобы... Ну, как ты объяснишь? Как это сделать так, чтобы это интересно было? Ну, вот как? Смотри. Во-первых, это будет традиция. Во-вторых, это будет одно и то же место. Понятно, но как нам заинтересовать их? Их, смотрите, чтобы они каждую субботу в 7 часов приходили. Как нам их заинтересовать? Вася Васич, мы будем как дурачки приходить туда и сами делать это каждый день. Поверь мне, мы начнем привлекать внимание. Мы будем людям рассказывать, которые это увидят. Им это понравится. Мы будем громко там включать музыку. Мы можем договориться с парком Горького, что мы там будем проводить этот флешмоб. Ты понимаешь, на Воробьевых горах, неважно где. И в онлайне люди могут вместе с нами учить этот танец. Ты же понимаешь? И тогда это получится реально огромный флешмоб. Слушай, если мы начнем здесь его репетировать, а люди, то есть смотрители, будут смотреть и с нами его репетировать. И, допустим, мы первую субботу танцуем мы, вторую субботу танцуем мы, третью субботу танцуем. А в четвертую субботу придет кто-то, кто скажет, я смотрел вас. Мы видели это. И будут. Это будет круто. Это просто будет волшебно. Я был просто машиной, а с тобой у меня появилась семья. Человек. Что это? Я был просто машиной, а с тобой у меня появилась семья. Это человека? Да. Я был просто машиной. Вась Васич, как доберемся, бро? Либо отточилу поймаем, либо маршрутчиком договоримся. Ну а как еще? Так, вот мы вышли к дороге. Остановились, ребят. Потому что мы все толпали побежали. Потому что, Катя, я опасный. Это не безопасно. А что мы встали-то сюда? Здесь остановка. Дождемся, может, маршрутка какая-то подъедет. Да? Еще раз сделаю так, еще почупцем. Одену футболку, придурок. Да все, я одену. И я сразу фундицу. Куда, сука? Вот, блин, я же. Ладно, ладно. Короче. Мы сели маршрутку. У нас насера нет денег. Что думаете? Нас могут выгнать, говорит Ксю, скажи там. Прекрасно, у нас сейчас выгонят всех. Ну, может быть, кто-то из пассажиров, если мы споем, кто-то оплатит. Нас шесть человек, и нам сказали добираться. У нас задание, добраться до парка Горького. А еще сегодня день матери, поэтому, если здесь есть мамы, поздравляем вас всех с праздником. Мы поздравляем всех праздников. Да, пусть у вас всех все будет хорошо. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Что тут происходит? Здорово. Здесь мы вообще-то круто. Ребята поднимали всем настроение, пили песни, поздравляем. С днем матери вообще, милота. Такие классные. Было круто. Как вас зовут? Настя. Настя, спасибо, что отметила нас в стори. Мне приятно, что вы поняли все настроение. Вы пустили день беречь. Да, да, да. Я вас не пускаю. Простите, что я задержал. Короче, мы вышли. Мы находимся уголоком, в станции метро, вообще вонючий. Здесь непонятно что. Сейчас нам нужно заработать 500 рублей каким-то образом. Потому что мы выяснили, что проезд стоит 50 рублей. И нам, короче, надо как-то сейчас добраться до парка культуры. Как вы думаете, ребята, мы заработаем сейчас 500 рублей, чтобы поехать на метро? Мы пытаемся заработать хоть какие-то деньги. Спасибо огромное. Сколько, сколько вас ваше ученое? 100 рублей, 100 рублей. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Нам только что дали 100 рублей какие-то мужчины. Все остальные не хотят нам помогать, но мы не сдаемся. Я тосковала тебе минуты расставания. Ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния. О, Катюша запелась. Но, несмотря ни на что, пришла судьба злодейка. И у любви у нашей села батарейка. Ой, новое реальти-шоу, и нам нужно 400 рублей. У вас нету проездка, пожалуйста, помогите. Ой, Вася Васич, сколько, сколько? 50. 350, 350, 350 рублей осталось. Что, нашли бабки? Господи, Катерина, это гениально. Сколько здесь? 80. Отлично. Ребята, Макс, ты здесь? У нас есть 400 рублей, чтобы проехаться в метро. Да, нам точно хватит. Здравствуйте. У нас беда большая. Вы можете нас всех пропустить? Мы все потерялись. У нас реально ни документов, ни хрена нет. Мы потеряли, у нас один общий багаж был, нам надо проскочить. Нам срочно в центр надо. Это я для себя снимаю, потому что, чтобы было доказательство, что мы реально потеряли все. Герои! Вы герои, спасибо большое! Ес, спасибо, так. Мы сохранили бабки, мы реально в беде. Ольга, сколько у нас есть денег? Сколько у нас есть денег? Сколько бабла? 300, 300 с чем-то. Давайте поедим, давайте кофе попробуем. Не-не-не, подожди, давай доберемся до пункта назначения. Катя! Погнали! У нас тут перформанс легкий. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Короче, мы пришли в парк Горького Вот тут вот так вот красиво Ребята ушли вперед Катерина очень хочет заработать денег Пипецких Передаем эстафету Вот, ребята, пошел? Хорошо Отлично, Максим Пошли, кульная дорожка пошла Вот так Давай, гопай Безумный Макс Хорошо, хорошо Безумный Макс 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 Субтитры делал DimaTorzok Мама, врага за тебя убью Мама, мама, за меня не бойся Мама, мама, прошу успокойся Сверху матери! Юра! Юрец! Юра зажигай! Юра зажигай! Кольский! Максон! Безумный Мак! Безумный Мак! Безумный Макс 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 Безумный Макс